Продолжение следует... 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 Преподобный Сергий выбрал место для будущей обители, принял участие в закладке Богоявленского первого храма. Храм был поставлен на невысоком каменном основании, дошедшем до наших дней. Часть этого белокаменного фундамента сохраняется в подклете более позднего Богоявленского собора. Именуется в народе как камушки преподобного и почитается как святыня. Находясь в таком месте, всегда задумываешься о том, насколько это место свято и насколько ты должен соответствовать этому месту. Продолжение следует... 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 18 декабря 1994 года совершено официальное открытие Староголутвина монастыря. За праздничным богослужением митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил поставление первого насельника монастыря и еромонаха Кирилла Воегумена. Продолжение следует... 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 Под клетив, под собором, мы планируем открыть храм. Святой благоверный князь Дмитрий Донской. инициатор создания и устроитель монастыря. Святитель Филарет, митрополит московский и коломенский, при жизни осветивший храм преподобного Сергия Радонежского. Преподобный в Арсенофии Оптинский и Староголутвинский, бывший игуменом монастыря с 1912 по 1913 годы. Преподобный мученик Никон Староголутвинский, бывший игуменом монастыря с 1925 года до закрытия в 1929 году. Священный исповедник, святитель Феодосий, с 1920 года епископ Коломенский и Бронницкий, при жизни имевший особую любовь к обители. Этот монастырь довольно-таки имеет интересную историю. Будучи основанным преподобным Сергием, прославлен в лике святых местно чтимый преподобный Григорий Голутвинский. Здесь связано возрождение обители с именем преподобного Арсенофия Старца Оптинского. Здесь отсюда уходили на Голгофу преподобномученик Никон. Подвязался здесь святый исповедник Феодосий, епископ Коломенский. Там же была обретена могила преподобного Григория. Песня. 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 В 1775 году 14 октября колонну посетила сама императрица Екатерина Великая, гостившая в то время в поместье графа Шереметьева в селе Мещерина Коломенского уезда. На следующий день она побывала и в Галутвином монастыре. Прибыв в Петербург, императрица отправила в колонну своего известного придворного архитектора Матвея Федоровича Казакова. В 1780 году он спроектировал шесть башен, в том числе и надкладезная башня над источником преподобного Сергия и ограду для Галутвинского монастыря, который мы можем видеть и сегодня. Башни построены в стиле русской псевдоготики. Башня монастыря – это самое высокое творение архитектора Казакова в городе. Когда архитектора спросили, почему он возвел самое большое свое творение в Коломне, не где-нибудь в центре города, а именно тут, на окраине, он ответил, что хотел таким образом подчеркнуть тот простор, который он увидел и почувствовал только здесь. ПЕСНЯ 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 В настоящее время архитектурный ансамбль монастыря включает в себя храм преподобного Сергия Радонежского с пределами, святого Николая Чудотворца и преподобного Григория Голутвинского, с примыкающим к нему настоятельским корпусом постройки XVI века и Богоявленский собор первой половины XVIII века. ПЕСНЯ Восстановлен Богоявленский собор усилиями, молитвами нашего митрополита Ювеналия при участии и поддержке финансовой Бориса Севолодовича Громова. Некоторое время назад был восстановлен иконостас в храме преподобного Сергия, где мы с вами находимся. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ